Я, слушая блистательный доклад Олега Андершановича, как-то даже позавидовал и подумал, что надо было и мне сделать какой-то вот такой разбор стихотворения, но не успел. Я даже думал о том, что надо бы разобрать стихотворение Вродского «Дорогая вышла сегодня из дома поздним вечером», которое, как показали дискуссии в разных социальных сетях, как-то, по-моему, прочитывают абсолютно неправильно. Но об этом как-нибудь, наверное, все-таки я поговорю в другой раз, а сейчас просто такой маленький комментарий к страфе, к пушкинской страфе. Сейчас, секунду, я открою шею скрин. Так что эта страфа, соответственно, из восьмой, последней главы, сатирическая страфа, 26-я, где речь идет о художнике-карикатуристе Сен-При. Тут был Проласов, заслуживший известность низостью души, во всех альбомах притупивший Сен-При твои карандаши. Еще до этого эта страфа была написана, как и другие страфы, посвященные званому вечеру у князя Энн и княгиней Энн. Она была написана очень поздно, позже даже, чем письмо Онегина Татьяны, то есть летом 1931 года. Еще до этого, в 1929 году, Пушкин упомянул Сен-При в эпиграмме «Неизвестно, к кому обращенный». Ну или есть разные концепции, но я об этом скажу позже. Вот к некому человеку обращенной, который счастлив ты в прелестных дурах, в службе в картах и в пирах, ты Сен-При в карикатурах, ты не леденский в стихах, ты прострелен на дуэли, ты разрублен на войне, хоть герой ты в самом деле, но повеса ты вполне. То есть дважды Пушкин вспоминает о Сен-При только как о карикатуристе, светском карикатуристе. Комментарии, которые были уже, конечно, сделаны к упоминанию о Сен-При, и они, на мой взгляд, неудовлетворительны. У Лотмана комментарий очень короткий. Граф Сен-При Эммануил, годы жизни, как вы видите, 6-28, он прожил всего 22 года неполно. Гусары, светский карикатурист, покончил самоубийством при неясных обстоятельствах. Набоков объясняет чуть, чуть, набоковский комментарий чуть более пространен. Он пишет, что папа said to have been a gifted cartoonist, то есть по мнению некоторых, как считается, но никакие его рисунки не были опубликованы, как кажется. Он был сыном французского эмигранта Армана Шарля Эммануэля де Гинья Графа Сен-При, который женился на русской даме, графине, или нет, княгине Софье Голицыной. Этот молодой художник застрелился, по некоторым сведениям, в день Пасхи в Италии, прямо в церкви, согласно другим источникам, в присутствии эксцентричного англичанина, который обещал заплатить его карточные долги, если ему позволят присутствовать при зрелище или спектакле самоубийства или самоуничтожения, лучше было бы сказать. Карикатуры Сен-При действительно не были опубликованы, мало что о них известно, но все-таки сохранился один альбом. Один альбом, он находится в Пушкинском доме, он в плохом состоянии, там видны следы оторванных рисунков, часть карикатуры рисунков замазаны кем-то, неизвестно, красными и синими карандашами. Это я не сам видел, а прочитал в описании рукописи Пушкинского дома Соловьева. Но и в 1917 году сотрудник рукописного отдела Пушкинского дома Александр Дубровский и такой петербургский фантазер Андрей Чернов, поэт, они опубликовали заметку, где привели несколько карикатур из этого альбома. Интернетная заметка, она легко находится, и там несколько действительно карикатур. Одну из них вот я здесь воспроизвожу, это многофигурная композиция, светский петербургский бал, и вот здесь, значит, вы можете посмотреть, как работал Сен-При. Сен-При. Это, конечно, акварель, а не карандаш. Вот. К сожалению, эта заметка, заметка Дубровского и Чернова, она полна неточностей, я бы сказал, даже грубых ошибок, в том, что касается биографии Сен-При. Поэтому придется, к ней можно обратиться, только если мы хотим посмотреть на карикатур. Известен был другой альбом еще. На Парижской выставке, большой Парижской выставке 1937 года, был показан другой альбом, карикатур Сен-При. Ни его происхождение, ни его дальнейшая судьба мне неизвестны. В отличие от Пушкина-Домского, он имел подписи под карикатурами. И авторы франкоязычного путеводителя по выставке, Серж Лефарь и Модест Гоффман, называют несколько имен персонажей Сен-При, и среди них были пушкинские знакомцы. Андрей Сабуров, его Лернер считал как раз прототипом Онегинского проласова, заслужившего известность низостью своей души. Среди них есть Вяземский, Декабрист Якубович, и так далее, и так далее. Сейчас я вам покажу. Здесь плохо видны подписи. Вот этот маленький человечек, который был и там, в центре композиции, и с высокой дамой, это Андрей Сабуров, действительно. Это Андрей Сабуров. А дама – это здесь под подпись Елена Александровна Захаржевская. Была еще знакомая Пушкина Елена Павловна Захаржевская, но, судя по всему, это не она. Ну и так далее. Я не буду здесь... Они не очень хорошо читаются. Вот это единственное воспроизведение карикатуры из Парижского альбома. Оно показывает, что некоторые карикатуры с Энпри воспроизводились, репродуцировались, копировались. Может быть, он сам создавал авторские копии для подарков или для продажи. Это все возможно. Это все возможно. Ну вот стиль понятен. Стиль понятен. Историки искусства, я думаю, лучше опишут источники, на кого опирался Сен-При, самоучка. Но тем не менее. Но то, чего не знали ни Гокман, ни Чернов и Дубровский, не знали они обстоятельств биографии Сен-При, которые были известны Пушкину, несомненно. Вот о них я и поговорю немного. Дело в том, что вообще русскую часть биографии Сен-При хорошо изучили. Странно, что авторы заметки об этом не знали. Хорошо изучили. С одной стороны, разысканиями архивными занималась Татьяна Григорьевна Цевлубская много-много лет. Ее первый доклад о Сен-При вообще, текст не сохранился, но он был сделан в 1932 году, по-моему, в том же Пушкинском доме. Она занималась архивными разысканиями. С другой стороны, американская исследовательница Антония Гласе, которую очень высоко оценил Вадим Размыч Вацура, она изучала переписку, биографию Сен-При по переписке родственников его со стороны матери. Со стороны матери Софьи Алексеевны Голицыной, которая рано умерла. Она умерла в 1814 году. И поэтому дети, оставшиеся ее, ее дети интересовали родственников, и родственники принимали участие в их воспитании. Так что есть два корпуса архивных находок. Они дополняют друг друга. Кажется, Гласе не знала о разысканиях Цивловской, они не были опубликованы. Но искусствовед Константин Шилов еще в 2007 году, а до этого еще в журнальных публикациях, описал разыскания Цивловской. Так что они вполне хорошо известны. Сейчас я их постараюсь просто суммировать очень быстро и потом рассказать о конце жизни Сен-При. Сен-При родился в семье эмигранта, как отметил Набоков, который занимал в России посты гражданского губернатора Каменец-Подольской и Херсонской губернии. И жил он там с детьми, с семьей. И кроме того, у него был дом в Одессе, большой дом в Одессе, где он проводил очень много времени. И у него гостил, например, батюшка. Об этом писал в своих письмах. Он дважды гостил у него сначала в Каменец-Подольске, где было скучно, а потом в Одессе, где было весело. И писал, что это замечательный человек, кроткий и любезный человек. Вот отец Сен-При, поскольку часть года они жили в Одессе, то Эммануил Сен-При, карикатурист будущий, и его старший брат Алексис, который во Франции станет писателем, переводчиком известным, он известен тем, кто занимается русско-французскими связями, он переводил много с русского, они учились в Решильевском лицее. Решильевские лицеи. И он с детства, юности отличался, с одной стороны, способностями к рисованию, с другой стороны, такой необузанностью и психической неуравновешенностью. Дальше, так сказать, биография делается интересной. В 1922 году Сен-При отец вышел в отставку и вместе с сыновьями уехал во Францию, потому что он унаследовал там большое состояние и место в палате Пер. Но год спустя Эммануил неожиданно один вернулся в Россию, где он стал обузой для своих высокородных родственников по линии матери, Голицыных и так далее. Их стараниями, они не знали, что с ним делать. Его определили юнкером 26-й егерский полк, который в Переславле-Залевском расквартирован был. А потом уже в звание портупея юнкера перевели в престижный лейб-гвардии Гусарский полк, который стоял в царском селе и Петербурге. Перед отбытием к новому месту службы Сен-При провел отпуск в Одессе у отца и познакомился с Аземской Верой Федорной, которая какие-то вещи с ним передавала мужу в Москву. То есть его светская карьера была очень короткой. Была очень короткой, потому что в Петербург он попадает только в конце 1924 года, где он поселяется в одной квартире с будущим декабристом Якубовичем. Все знают, знаменитым храбрецом, дуэлянтом, кутилой и неубийцей Николая, которого он вполне мог застрелить. А он в то время как раз приехал в Петербург с Кавказа для лечения ран. И к ужасу родственников под руководством старшего товарища Сен-При быстро усвоил разгульный образ жизни молодого офицера. Его тут же кстати произвели в корнеты очень скоро. И тогда же он начал появляться в свете, где приобретают популярность его остроумные карикатуры. Так Вяземский однажды на балу танцуя вальс потерял башмак. И потом он писал жене, описывая это происшествие смешное, я заказал Сен-При для тебя карикатуру на мою боссу ногу. Вот. Наследствие по делу декабристов Якубовичу был задан вопрос. Вы были в близком знакомстве с Сен-При. Принадлежал ли он к вашему обществу и был ли извещен о ваших планах? Никогда не говорил с ним о всем предмете, отвечал Якубович и более двух месяцев не имел никаких с ним сношений и не видал его. Он действительно не видал своего соседа более двух месяцев до восстания, потому что в середине сентября 25-го года Сен-При был арестован за избиение ученика аптекаря, видимо, очень сильное, и какие-то еще неизвестные пьяные выходы. 25-м сентября сразу после ареста датирован приказ о переводе его из Петербурга в какой-то отдаленный полк гусарский, но не гвардейский. Но по всей видимости к новому месту назначения он так никогда и не выехал. Я понимаю, что, наверное, его хотели наказать и отправить подальше из Петербурга, но не получилось. Он содержался под арестом в гвардейском корпусе. В январе о нем говорил с Николаем, приехавший из Парижа, поздравить Николая с восшествием на престол с письмом личным от короля Франции Карла X. И надеялся, он писал в одном из писем родственникам, что немного смягчил гнев его величества очень раздраженного против Эммануила. Наконец состоялся суд, когда точно я не знаю приговорившийся Ан-При, видимо, весной, а формулировка в уважение молодых лет его к не очень тяжелому наказанию, два месяца заключения в крепости и высылка на Кавказ в действующую армию. Но Николай приговор не утвердил и в августе заменил его на отставку от службы и высылку за границу. Выйдя на свободу, он еще некоторое время провел в России, в семейной переписке говорится о том, что он умирает от горячки, все его бросили, он вынужден продавать свои карикатуры, чтобы иметь хоть немного денег. В конце месяца он появляется в Москве ненадолго и потом, видимо, все-таки уезжает за границу. Вот это, так сказать, такой монтаж найденного Глассе и Цивловской фактов. Про заграницу мы ничего не знали, но я нашел несколько дополнений к его биографии, потому что в августе, начале октября 27-го года, то есть через год после высылки, с ним несколько раз встречался Александр Иванович Тургенев, сначала в Дрездене, а потом в Берне. Интересно, что Сен-При значит не остался в Париже у своего отца, а путешествовал, переезжая из страны в страну. И об этом Александр Иванович сообщал в письмах Николаю Ивановичу и писал, что в обоих городах по Весо-Сен-При, как он его называет, гулял, причем гулял, причем гулял настолько вызывающе, что ему отказывали от дома, а на вечере в Берне у французского посла в Швейцарии Тургеневу стало стыдно за его грубой написал «Хватизм хозяйкой дома». Но это не потому, «Хватизм» это цитата, неологизма из комедии Шаховского «Урок к кокеткам», где он даже объяснял, что это такое, слишком свободно обращение со всеми без чинов, вертлявость, резкий тон. Вот что такое «Хватизм». Так что Тургеневу стало стыдно, «Вероятно, и здесь откажут ему от дома», писал он брату, «и он еще более будет скучать в Берне и все время пить. Жаль его, но нет средства воздержать, разве мерами строгости или возбуждением таящегося в нем чистолюбия. За его хлебосольство и привязанность я бы не должен был говорить о нем правды, но право жаль его». Из служебной переписки поэта знаменитого Альфонсо де Ла Мартино, который в 1926-1928 годах был поверен в делах при дворе тосканского джинска, выясняется, что после Бернесен припоселился во Флоренции, где он попал в неприятную историю. в письме своему непосредственному начальнику, министру иностранных дел Франции Ла Мартин докладывал. Я буду читать перевод, а оригинал показывать на экране. Ко мне также обратился граф де Сентри, офицер на русской службе, приехавший сюда по французскому паспорту. Поскольку русский посланник мне консиденциально сообщил, что этот молодой человек может со дня на день получить приказ о высылке из герцога Тосканского по причине участия в дуэли и несколько легкомысленного поведения, я бы хотел знать, должен ли я, буди это произойдет, полагать его русским или французам. Это вообще вопрос неясный, кем полагать сен-при, русским или французским. Дело в том, что только весной 25-го года, когда Эммануил уже был на службе в полку, Александр первый издал указ по просьбе отца сен-при, старшего сен-при, пэра Франции, о принятии Эммануила, его старшего брата Алексиса и сестры Ольги, которая воспитывалась в России, всех принять в русское гражданство, русское дворянство. При этом была оговорка, что Алексису разрешается жить и работать во французе. А про Эммануила ничего не было сказано, поэтому вообще формально он, наверное, считался по-прежнему русским дворянином. Вот это сообщение Ламартина подтверждает достоверность рассказа Николая Михайловича Смирнова, мужа Рассет и приятеля Пушкина, приведенного в той части записок его жены, которая считается не вполне достоверной. и в дефинитивное издание не вошла. Николай Михайлович тоже служил во флоенце и в русском посольстве и рассказал как-то согласно его жене, что он на дуэли стрелял с Сен-При. На дуэли стрелял с Сен-При, потому что он выиграл у него пари. Это задело самолюбие Сен-При до такой степени, что Сен-При стал интриговать и пытаясь повредить Смирнова в глазах очень красивой женщины, англичанки, в которой я был, пишет Смирнов, в безумие влюблен. Дело дошло до дуэли, они стрелялись, слава богу, промазали, а секунданты не дали им стрелять повторно, но эта дуэль получила огласку, его решили выслать. Его решили выслать. Смирнова, русский посол, не дожидаясь решения тосканского правительства, отправил немедленно сам в Петербург с рекомендательными письмами, очень хорошими, и он продолжал свою карьеру. Но Ламартин не вмешался в историю Сен-При и писал через некоторое время министру, который ему посоветовал все-таки встать на сторону Сен-При и защитить его, писал ему следующее. Граб Сен-При, француз на русской службе, только что был выдворен из герцогского Тосканского за участие в дуэли. Он просил меня вмешательств, в котором я счел необходимым ему отказать как русскому офицеру. Его чрезвычайно легкомысленное поведение, как мне показалось, также не дает достаточных гарантий на будущее. Интересно, заметили ли вы, не знаю, что за две недели сначала несколько легкомысленное поведение Сен-При в предыдущем письме превратилось в чрезвычайно легкомысленное. Видимо, личное общение как-то повлияло на мнение Ламартина. Куда Сен-При отправился из Флоренции мы не знаем, но жить ему оставалось совсем мало. 8 апреля по сведениям Ламартина он застрелился в Риме. Поскольку Набоков говорит, что это произошло по некоторым сведениям в день Светлого Воскресенья Пасхи, то нужно упомянуть, наверное, что Пасха, Светлое Воскресенье пришлось на 6 апреля. Близко, но не точно. Значит, вторник уже. И про церковь ничего не говорит. Официальное краткое извещение о смерти в газете в Ревю потом быстро перепечатанное в Северной Пчеле, а о самоубийстве вообще ничего не говорит. Сказано было только, что младший сын Пера Франции, граф Сент-При, умер в Риме. Вот и все. Ламаркин пишет министру об этом следующее. Вот оно. Это письмо. Граф де Сент-При, который пустил себе пулю в лоб в Риме 8 числа, оставил здесь несколько долгов, общую сумму которых я пока не знаю. Желательно было бы выяснить, намеревается ли его семья их заплатить. И еще о Сент-При, он в этот же день пишет своему другу Эймону Деверии. Вот это письмо. Граф де Сент-При, еще один молодой француз без нравственных правил, который этой зимой был у нас здесь, на днях пустил себе пулю в лоб в Риме. Он имел 80 тысяч ливров годового дохода, острый ум и приятную внешность, но ни во что не верил, не боялся ни Бога, ни черта, настоящий безумец во всех отношениях, безумец опасный, который должен был плохо кончить, но выбрал конец наихудший. Впрочем, он был не лишен мужества и чувства чести. Мартин ничего не говорит о причинах самоубийства, но когда он упоминает чувство чести и до этого долги в официальном письме, то кажется, что это и была причина самоубийства. Долги, скорее всего, карточные. Мы знаем, кстати, из допроса Якубовича, что в Петербурге сын задолжал очень большую сумму до своего ареста, успел проиграть. Так что, может быть, и 80 тысяч евро, это огромный доход на самом деле годовой по тем временам не помогли ему. Скорее всего, так. До Петербурга сведения о самоубийстве дошли скоро, а сразу обросли самыми разными слухами. Ну, вот здесь самые известные. Это Вяземский, первое, это Вяземский, пишет Верий Федорин. Твой приятель Сен-Приз застрелился, говорят, в Италии, в Риме, в церкви, самое светлое воскресенье. Впрочем, эти подробности слухи о самоубийстве его кажется достоверно, по крайней мере, графине Астерман, родственнице его, уже объявили о его смерти. Рассказывают, что он проигрался, это версия, другие, что он был влюблен в Юлию Самойлову, узнал о ее измене и прочее, прочее, и прочее. Но это маловероятная версия. Там еще роман, я нашел в интернете, нашел в интернете роман, где описывается связь Юлии Самойлова с молодым Сен-При, а потом она его бросает ради художника Брюлова, чьей любовница она действительно была, и он кончает жизнь самоубийством. Все это, конечно, такая развесистая клюква чудовищная, потому что вообще-то Юлия Самойлова с Брюловым познакомилась через два года после самоубийства Сен-При и никакого отношения к нему не имел. Она вообще жила в Милане, а не во Флоренцию и не в Риме. Вот. Но дальше Вяземский пишет, вероятно, все это шитье по конве, по несчастью, конва есть, то есть его смерть. Другое письмо это уже Константин Якович Булгаков в письме брата. Вчера мне рассказывали сейчас, секунду, да, второе. Вот. Вчера мне рассказывали о смерти молодого графа Сен-При, начавшего служить у нас в Лейб-Гусарах и кажется исключенного. Он сын того, что был губернатором. Во Флоренцию он схватывался за дочь графа Бутурлина, но получил отказ, поехал в Рим, пришел в церковь Святого Петра в самую обедню и там застрелился. Эканистовство. Еще один, еще одно свидетельство Вяземского два года спустя, уже в 30-м году в записной книжке. Он застрелился у себя дома накануне, то есть не в церкви, в ночь светлого воскресенья. Утром нашли его на полу плавающего в крови и собаку его, облизывающую кровь его раны. Самоубийство его не имело явной причины. В поздней редакции уже старой Вяземский в старой записной книжке пишет Ценпри веселый и затейливый проказник вскоре затем в той же Италии застрелил себя неизвестно по какой причине и помнится ночью на светлое воскресенье. Утром нашли его труп на полу плавающий в крови верная собака его облизывала рана его новый персонаж появился верная собака. Вот. Ну и наконец вот источник на боку про англичанин это рассказ Нащекина записанный Бартеневым в 50-е годы. Сенпри лейбгусарский офицер рисовавший на всех карикатуры кончил самоубийством в Италии вследствие договора с одним англичанином который обязывался уплатить все его долги если он расстрелится. Это Бартенев спросил его какой такой Сенпри у Пушкина упоминается дважды и вот Нащекина ему объяснил. Пушкин конечно что-то об этом знал и слухи о самоубийстве Сенпри до него дошли. Тем более первое письмо Вяземского жене где упоминается самоубийство имеет приписку Пушкина то есть он явно это видел и слышал от Вяземского в тот же день. но никак не отреагирует для него Пушкин только карикатурист Сенпри только карикатурист никакого интереса к его личности и вот даже к его трагической судьбе он не проявлял. Правда может быть отсылка к нему в эпиграмме которую я вначале показывал счастлив ты могу вернуться наверное счастлив ты прелестных дурах может быть имела двойное дно. Недавно Татьяна Александра Китанина по-моему убедительно доказала старую гипотезу что адресатом эпиграмма мог быть Руфин Дорохов старый знакомец Пушкина драчун дуэлянт картежник повеса известный своими бешенными выходками. Пушкин ехал с ним с Кавказа после Арзрума ехал с ним до часть пути ехал с ним играл с ним в карту. То есть человек того же буйного эксцентрического склада что и Сен-При и называя его Сен-При в карикатура на первый взгляд он видит ему как художник хотя художественных талантов Дорохова вообще ничего не известно вообще ничего он сравнивает его никому неведомые рисунки с мастерскими работами Сен-При но возможно что для посвященных он как раз намекает на карикатурное сходство их необузданных характер два буян и недаром в последнем стихе повеса ты вполне Пушкин называет Дорохова повесой или своего адресата повесой ровно так же как Тургенев Александр Иванович назывался Сен-При за несколько месяцев до его гибели вот все спасибо спасибо огромное так о замечательно значит у меня одно соображение я его выскажу а за это время может быть какие-то другие появятся насчет подданства но получается что они его перекидывали как мячик с одной стороны на другую потому что если его могли Николай мог его выслать за границу то это значит что он был француз потому что русского подданного не могли в качестве наказания выслать за границу а Ламартын говорит это значит не ко мне он русский да да но министр ему пишет что нет он француз так что помогите а как же вот этот указ Александра то есть указ Александра был опубликован я его нашел просто в ведомостях да в предложении вернее в предложении в санкт-петербургских сенатских ведомостях в предложении к нему где приводились все указы царей и вот сейчас даже скажу да вот в 25 году 21 марта указ сказано по просьбе его отца из уважения к службе и особенно к заслугам его дяди брата отца который был как известно генералом русской армии воевал с Наполеоном и погиб или умер в 14 году Николай и Александр его знали лично и пользовался большим уважением о нем как раз много написано в исторических книгах вот так вот и по просьбе отца почему это нужно было зачем может быть для того чтобы помочь карьере Эммануила которого они в офицеры смогли произвести и думали что наверное это а сам отец когда же когда был губернатором оставался значит французским подбином или он был видимо да видимо да скорее всего да Олег Андрошанович пожалуйста спасибо что очень интересно у меня не с Пушкинской с набоковской стороны какой-то неожиданный вопрос просто видимо этот сюжет вот то что он в комментариях пишет к Онегину финал этого несчастного сэнпри человек который хочет присутствовать при самоубийстве это видимо такой интимно интересовавший набоков сюжет потому что у него есть ранний такой рассказ удар крыла неудачный совсем где в финале как раз ну герой есть такой предстающий герой человек который как раз хочет присутствовать при его самоубийстве то есть понятно почему он это выделил потому что это его видимо страшно страшно интересовалось такой спасибо я забыл про этот удар крыла совершенно Ну да, этот же рассказ Нащекина был опубликован. Вот тут надо проверить по датам, это где-то близко. Урдарка Ла, наверное, 24-й год, а вот когда опубликуется рассказ Нащекина, я не знаю, это надо проверить, что это единый источник про англичанина. Больше мне нигде не попадалось. Нет, а я так поняла, что тут не это важно, а важно, что Днабокова это интересовало вот в том году. Поэтому позже, когда он уже явно читал, это реализовалось в комментариях. А, может быть, да, наоборот. Я не знаю, Олег Павлович, я правильно вас поняла? Не то, что Бартенев источник удара крыла. Я не думаю, что там со стороны страшно не совпадают, там совершенно другие всякие истории. Есть англичанин, там есть всякое похожее. Была бы натяжка, наверное, считать, что это источник, но что Днабокова, в принципе, что он схватился за это такое страшновато и отвратительное. Да, конечно, и в комментарии ввел единственный. Юрий Михайлович не стал уговорить. Так, еще какие-нибудь есть соображения у уставших слушателей? Ну, ну что, ну если все молчат, тогда мы скажем спасибо. И поскольку я знаю, вроде, и надеюсь, что Александр Алексеевич это опубликует, хотя я не знаю где, то можно будет это почитать глазами. Я думаю, что если все получится в пушкинском временнике. О, замечательно. Вот мы будем ждать и надеяться. В этом отношении и во всех остальных тоже. Спасибо, спасибо. Спасибо вам. Ну хорошо, тогда, Александр Михайлович, вот я теперь вам чуточку опять верну полномочий, чтобы вы что-нибудь нам сказали напоследок. Ну что, дорогие коллеги, спасибо большое. Впрочем, я очень понимаю, почему Вера Аркадьевна не решила это сделать вместо меня. Но мы, собственно, Вера Аркадьевна благодарны, с одной стороны, институту высших гуманитарных исследований, который не оставляет нас своим попечением и предоставляет нам крышу для наших научных собраний. А всем участникам, как докладчикам, так и слушателям, спасибо большое, что в этот ненастный и мрачноватый субботний день, субботний день и вечер, Вы собрались и послушали разного рода увлекательные расклады. И, впрочем, надеюсь, что будет апрель, как есть такая песенная фраза. Спасибо организаторам, что мы сегодня, несмотря ни на что, были вместе и друг друга слушали и друг с другом говорили. Вот это терять ни в коем случае нельзя. Я думаю, что все согласны с этим. Может быть, даже это немножко как-то помогло. Спасибо. Можно я послушать? Конечно. Я просто хочу, получив пас от... Константина Михайловича, хочу поблагодарить от имени института, поскольку я выступаю даже как официальное лицо. И не то, что институт дает крышу, а я считаю, что это для института большая честь и большая радость, что удается, или что на имя института собираются столько ярких докладчиков. И сегодняшняя великолепная семерка просто действительно была прекрасна. Это к американской теме. И я еще раз благодарю всех докладчиков, всех присутствовавших и слушавших. И могу только выразить надежду, что и будем продолжать и в будущем году, и еще, и еще, пока существует наш институт. Огромное всем спасибо. Спасибо институту. В общем, всем спасибо. Все вскочили в седло, раз мы такая семерка. Какая-либо, мы позвоним в седло. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо, друзья. Спасибо всем. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Большое спасибо. До свидания. Либо. Счастливо. Счастливо всем. Спасибо. Продолжение следует...